бесплатные вебинары для руководителей эксперты по построению бизнеса расскажут новые сценарии онлайн-продаж современные возможности интернет-маркетинга как продавать в соцсетях и мессенджера как контролировать сотрудников на удаленке и как организовать онлайн офис делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента друзья доброго дня всех приветствую официально на мероприятие один из битвикс на вебинаре мы действительно рассказываем про разные аспекты бизнеса приглашаем экспертов для того чтобы ценное мнение ценный опыт который они накопили передать вам сегодня не исключение мы сегодня говорим про построение системы продаж внутри компании будем говорить с двух сторон с точки зрения выстраивания логики самого процесса какие внутри есть участники процесса как они между собой взаимодействует как нужно как не нужно делать вопросы тоже приветствуется и во второй части вебинара мы его так пополам примерно поделим мы поговорим про техническую сторону не с точки зрения покрутить что-нибудь отверткой или настроить прям на уровне программирования нет про то каким образом системы современные системы crm-системы помогают построение продаж выстраивание этого процесса вот два таких взгляда мы сегодня с вами получим меня зовут михаил беляев я руковожу офисом один из битрикс санкт-петербурге буду сегодня модерировать и во второй части буду рассказывать немножко через минутку буквально представлю нас 2 спикера сейчас организационных моментов чуть-чуть вам дам прежде чем мы ворвемся в сам вебинар запись вебинара будет один из самых волшебных вопросов вроде бы качество связи мы проверили в самом начале все было окей если вдруг у вас что-нибудь не заводится что-то барахлит звук или барахлит картинка самый простой способ перезагрузить страничку по опыту браузера chrome firefox подходит лучше всего для трансляции ну и качество интернета естественно мы хотим чтобы у всех было уже стабильно хорошее что еще сегодня можно будет делать можно будет задавать нам вопросы есть чат который я смотрю что вы уже освоили большая часть наверное в этот чат можно и меняться мнениями какими-то внутри себя по ходу нашего вебинара сегодняшнего и задавать вопросы спикером мы будем подсматривать в этот чат и оставим место на вопросы в конце своих презентаций для того чтобы на эти вопросы ответы дать но если мы вдруг не успеваем или вопросы касаются например сервиса битрикс24 мы поскольку сегодня будем на примере битрикс24 показывать что такое crm-система и как она может помогать бизнесу то если вы принесли свои вопросы можно сразу же адресовать их чат поскольку с нами вместе три компании экспертов в технологиях технологии битрикс24 компания almean technologies компания цифровые решения и компания департамент бизнеса коллеги с нами в чате поэтому пожалуйста можно вопросы туда сразу адресовать и они будут на них по ходу отвечать ну а вопросы по смыслу спикером мы будем брать чуть чуть попозже так друзья ну что кажется что вводная часть по крайней мере но тут то что мы хотели порассказывать она завершилась и можно переходить самому вебинару значит вы уже верите спикера вадим день добрый тебе еще раз большой и хочу представить вадима дозорцева это эксперт в области управления продажами и управление это customer джонни мэп называется если я сейчас правильно все расскажу пути клиента как мы выстраиваем то самое взаимодействие с самой первой точки и до если вообще последняя точка в задействии клиентам я не знаю вопрос который мы тебе отдадим вадим очень активно делится знаниями во опыт у него огромный с очень разного уровня компаниями с небольшими и с крупными компаниями очень разные процессы вадим видел и выстраивал и во-вторых он действительно очень активно не только на нашем сегодняшнем вебинаре делится и блок есть у вадима и программу на радио он ведет много-много всего вот экспертного контента который он коллегам дает вадим оставляю наверное тебе аудиторию на ближайшее время чтобы посмотреть как выстроить процесс да как выстроить процесс продаж компании но и мой вопрос первый который я прям закидываю если последняя точка во взаимодействии с клиентом можно ли ее прямо рисовать себе и планировать вообще-то нужно потому что желательно чтобы ее не было в реальной жизни когда она происходит по объективным или субъективным причинам то мы должны этот статус для себя отмечать чтобы понимать что делать с клиентом дальше если клиент выбыл из бизнес-гонки по объективным причинам ну слушайте битуби клиенты разоряются частные клиенты уходят из жизни ну давайте вещь назвать своими нами мы должны поставить заслуга как сказать конечную точку и больше не тратить на этого клиента время а если он физически живой то тогда мы его возвращаем на ранний статус нашего процесса и пытаемся заново через какое-то время построить с ним новое отношение поэтому желательно иметь возможность этот статус поставить но в реальной жизни желательно до него не доходить вот такой отряд отлично тогда так бросаю презентацию да ты сейчас я тебе загружаю и оставляю я буду неподалеку если вдруг да если что ну что ж друзья добрый день такой у нас сегодня майский вебинар маевка для тех кто или не работает отдыхает но при этом хочет что-то полезного или для тех кто работает но делать особо нечего и пришел на вебинар или для тех кто правда чувствует очень важную для себя тему и это тоже прекрасно давайте проведем эти полтора часа вместе половина моя дальше будет уже миша и его коллеги но я тоже останусь буду подслушивать одним ушком если вдруг еще будет вопрос ко мне ну что ж друзья и так как выстроить систему продаж вопрос вопросов надо бы конечно да вопрос основной вопрос давайте начнем самого такого изначально вот миша в своем вопросе сказал если последняя точка мы сейчас начнем самой первой точки да вот с генезиса сначала было слово и так если мы говорим выстрелить хотим выстроить систему продаж система управления продаж давайте ответим на вопрос что такое продаж продажи я даю очень простое определение таких определений очень много они разного масштаба и сложности вот сейчас для нашего вебинара очень простое определение продажи процесс коммуникации между людьми естественно с помощью всевозможных технологических штучек примочек инструментов технологий понятно процесс коммуникации для извлечения то есть каждый участник этого процесса извлекает или надеется выгоду извлечь это очень важно это не просто поболтать вот мы видим участников этой коммуникации продавец клиент и в эту коммуникацию каждый из них приходит с чем-то не с пустыми руками продавец приходит с продукции с продуктами товарами услугами да если продавцу нечего продавать собственно зачем он пришел и соответственно приходит с компетенциями своими способностями эту коммуникацию вести клиент приходит в эту коммуникацию и у него целый набор сущности которые которые у него за спиной или которые у в душе у него должны быть потребности определенного рода определенной температуры у клиентов очень часто не только из потребностей но есть и ожидания и большому счету тема для отдельного вебинара в чем разница потребность и ожидания но если к совсем коротко потребность от рацию рациональная ожидание этой большой в возможности клиент приходят с возможностями если денежку на него есть есть attache Возможность привлечь кредитные средства, инвестиционные средства, чтобы инвестировать. Есть ли у него такая физическая возможность здесь, сейчас? Знаете, часто бывает ситуация клиента, особенно в B2B, и клиент обладает потенциалом очень серьезным, но в моменте у него с кэшфло не очень. Такое тоже бывает. И у клиента есть опасения. Клиент всегда чего-то опасается. В B2B там целый спектр опасений участников принятия решения корпоративных. Частного клиента тоже определенный набор опасений существует. И эти опасения мешают этой коммуникации. Ну уж, коли мы периодически говорим про B2B, те из вас, кто работает с корпоративными клиентами, то мы видим, что эта схема начинает сразу усложняться. Продавец приходит не один в эту коммуникацию, чаще всего он приходит на фронте своего sales team. В этой sales team есть пресейл сотрудники, есть маркетологи, которые занимаются лид-генерацией и контентом, есть руководители. Если это услуговый бизнес, то это project manager и так далее. У клиента тоже целая команда. И эта команда традиционно называется закупочный центр. Это совокупность формально-неформально людей, которые принимают участие в принятии, выработке решения, влиянии на решения и так далее. Проблема в том, что у участников закупочного центра в их взаимоотношениях изначально заложен определенный конфликт интересов. Финансисты недолюбливают маркетологов-продажников, производственники недолюбуют логистов и так далее. Но кроме объективного конфликта интересов, там много еще и личностных конфликтов. И вот эта вся мешанина отношений тоже накладывает отпечатки на нашу замечательную коммуникацию. И вот вопрос, а почему продажами нужно управлять? Почему им надо управлять системно? Почему надо строить систему продаж? Почему бы не отдать продажи на самотек, такой рыночный самотек? Друзья, вот тут очень важный аспект. И этот аспект, он, собственно, определяет специфику продаж как деятельности и отличает ее от любой другой деятельности любого подразделения, любой компании. Если финансисты, маркетологи, производственники, логисты, безопасность и прочие-прочие подразделения компании, у них по большому счету прямой процесс. Они этот процесс свой доделают всегда до конца. Главный бухгалтер сдаст отчет налогового, финансовый директор привлечет финансирование, разработывает финансовую модель. Производство выпустит продукцию, услуга производства реализует услуги и так далее, и так далее. А вот продавцы живут в любопытном мире. Процесс у них вероятностный. Вы это знаете не хуже меня. Продавец или команда продавцов может сделать все идеально, но по какой-то неведомой нам причине клиент не купит. Именно поэтому появилось понятие pipeline, воронка, вероятности сделок. Именно поэтому мы не можем 100% гарантировать каждую сделку. Знаете, когда-то, много лет назад, американские консультанты говорили, always be closed, каждая сделка должна быть закрыта. Это было классное пожелание, очень мотивирующее пожелание, но в реальной жизни не встречается. Мы периодически проигрываем сделки, и вот этот коэффициент конверсии он всегда существует. Почему процесс вероятностный? Ну, во-первых, макроэкономику кто-нибудь отменял. 20-й год нам показал, что кроме макроэкономики в наш бизнес могут вмешаться невидимые глазу микробы и вирусы. Друзья, такова жизнь. Финансовое состояние клиента прямо сейчас. Клиент мощный, клиент сильный, но у него затянулись какие-то предыдущие проекты. У него какая-то проблема внутренняя. Вот здесь сейчас у него нет возможности, физически возможности нет. И сделка откладывается. Да, может быть она не уходит в небытье, но она откладывается. То же самое с частным клиентом. Ну, мало ли, по какой причине клиент, да, у него вот сейчас нет финансовых возможностей. Другие сделки проекта, как я уже говорил. Если мы говорим про клиента, корпоративная культура клиента, как она влияет на то, что вот конкретная сделка, я не говорю, что вообще сделать не будет, будет рано или поздно, но конкретная сделка. Вот встаньте сейчас на сторону сейлс-менеджера. Его не очень волнует стратегическое будущее, его волнует здесь и сейчас. Его портфель сделок, его воронка реализуется или нет. Происки конкурентов. Конкуренты не дремлют. Мы сами кому-то конкуренты. Мы тоже не дремлем. И множество-множество других причин. Я настоятельно рекомендую, такая философская вставка, что не надо по большому счету уж слишком загоняться и беспокоиться об этом многообразных причин. В конкретной сделке надо попытаться понять, что пошло не так. Но вообще переживать из-за этого не нужно. Если мы понимаем, что процесс вероятностный, то мы прекрасно понимаем, что страховка нам нужна. А страховка – это и есть та самая заполненная воронка продаж, о которой мы сейчас с вами поподробнее поговорим. Поэтому, получается, чтобы жить вот в этом вероятностном процессе, им надо управлять. И управлять с точки зрения вот этого набора вероятностей. Опять же, очень короткое, не претендующее на всеобъемлющий охват определение. Что такое системное управление? Знаете, это способность вас, как руководителя, извлечь максимум из вашего отдела продаж, развить, масштабировать это подразделение, чтобы рост доходов вас всегда радовал. Вот это важный момент, друзья мои. Вы извлекаете максимум из тех ресурсов, которые есть. Вы управляете этими ресурсами, вы расширяете эти ресурсы. Как это делать, об этом сейчас и пойдет речь. Но именно наша концентрация, как руководителя разного уровня, на том, чтобы подразделение продаж использовало максимум из тех вероятностей, которые у них есть, вот в этом и есть наша управленческая задача. Ну, давайте сперить философию, практическим вещам. Итак, представьте себе, что мы все, вот здесь собравшись на вебинар, мы такой один большой коммерческий директор, руководитель отдела продаж. То есть человек, отвечающий за управление своим подразделением. Может быть, в маленьком бизнесе, генеральный директор, владелец. Не принципиально, как называется эта роль. Мы говорим, это роль в компании, которая отвечает за развитие продаж и построение системы продаж. Итак, организационная задача этого персонажа, вот нас с вами, что мы должны сделать? Первое. Цель – план продаж. Мы должны с вами понять, от чего мы, собственно, хотим от этой создаваемой системы, от управляемого подразделения, от своей компании, в конце концов. Итак, план продаж. Чего мы хотим достичь? Если мы с вами посмотрим на структуру плана продаж, мы с вами увидим, что на самом-то деле там несколько уровней вложенности, там несколько этажиков этого плана, там несколько фигурок в этой матрешке. Кому какая метафора больше нравится. Итак, цель полагания. Наверху всегда цель полагания в продажах, в цели. К сожалению или к счастью, кто как воспринимает, цели всегда одни. Это те объемы продаж, которые вы, как компания, хотите достичь. Формирование, объем в продаж, как плановый показатель. Там можно пользоваться различными показателями. Выручка, маржинальная прибыль, валовый доход, валовая прибыль. То есть для ваших нужд вы сами определяете те финансовые показатели объема в продаж, которые вы хотите достичь. Но эта цель ради этого продажи живут. Отдельно, наверное, может делать вебинар, каким образом формируются эти цели. Но мы сейчас договоримся. Итак, верх планирования, самый высший уровень планирования, цели по объему продаж. Многие компании сегодня такого рода планирование уже имеют. Но большинство компаний сегодня и остается в своих планах на этом этапе. К чему это приводит? Ну, представьте себе, ваши сотрудники выходят из новогоднего затянувшегося отпуска. 11-12 января. Вы их собираете. Говорят, ребята, с вас столько-то денег, столько-то выручки, столько-то доходов. С тебя, Петя, 100 миллионов. С тебя, Олечка, 70. С тебя, Катенька, 120. С тебя, Сережа, 150 и так далее. У каждого свои цели, у каждого свои цифры и так далее. И вот когда мы оставляем сотрудников один на один с этими цифрами, конечно, они в стрессе. Боже, где же я возьму 100 миллионов? Где же я возьму 150? Куда идти? Куда бежать? И так далее. Поэтому важнейший элемент планирования этого там внутри, после объемов, это показатели эффективности. Для любителей одноязычной лексики, те самые знаменитые KPI, K-Performance Indicator. Это показатели вашей активности, что вы должны делать, сколько клиентов у вас должно быть в разработке, сколько потенциальных сделок, какая интенсивность взаимодействия с этими объектами, какая интенсивность взаимодействия в единицу времени. Вот все вот это, это и есть те самые набор KPI, который балансируется с целью, мне очень важно, балансируется, не живет в отличие. В чате был вопрос, какие метрики нужны там для CRM, для управления продажами. Друзья, вот весь набор метрик и проистекает из этих показателей, да, он может очень сильно детализироваться. Сейчас не будем об этом, наверное, у кого-то будут вопросы, с радостью потом отвечу. И последний уровень, нижний уровень планирования, а сколько нам нужно людей, чтобы обеспечить должное количество контактов с должным количеством клиентов с определенной конверсией для получения должного количества денег. Поэтому нижний уровень планирования – это всегда расчет персонала с учетом планов по развитию, с учетом возможного увольнения, мы уволили неуспешного, с учетом возможного увольнения сотрудника самостоятельно. То есть мы все это должны планировать, прогнозировать для того, чтобы мы не остались голыми, да. Идем дальше. Планы появились. Следующая организационная задача руководителя – формирование процессов. Вот каким образом будет выстроен процесс, чтобы планы были достижимы? Очень часто наш неуклюжий процесс, к сожалению, мешает достижению цели. Мы слишком много тратим времени или, наоборот, мы слишком спешим. Процесс скомканный, процесс слишком стремительный, мы не успеваем понять клиента, понять его потребности и так далее. Итак, следующая важнейшая задача системного управления – формирование процессов. Как мы это сделаем? Как мы будем идти к целям? Если на самом верхнем уровне представить наш процесс, самый-самый верхний уровень, этот верхний уровень подходит для любой компании, маленькой, средней, крупной, работающей в B2C, работающей в B2B, работающей с корпоративными клиентами, с конечным потребителем или через дилеров, дистрибьюторов. Слева направо клиента нужно привлечь. Вы видите два процесса привлечения. Входящая, маркетинг работает, и клиенты идут к вам сами. Очень часто это называется inbound, для любителя английского языка, inbound. Входящие привлечения, так, собственно, и переводится. Исходящее привлечение – мечта любого руководителя. Мы идем к клиенту, мы стучимся, мы пытаемся позвонить, мы пытаемся написать, мы проактивны. Нам можно было бы назвать проактивное привлечение. Вот все это варево, у каждого из вас своя специфика, у кого-то есть только входящее, у кого-то только исходящее, у кого-то и то, и то. Эти процессы связаны между собой. Можно очень долго детализировать. Это тоже, наверное, тема для отдельного вебинара, как детализировать эти элементы, как детализировать эти фазы. Результатом привлечения является появление лидов. Лиды, так или иначе, сами или по нашему усилию превращаются в оппортюнити. Я специально сейчас использую обязычную лексику, хотя в российских серверных системах, в том числе в Битриксе, эта сущность называется потенциальное сделано. Но вот на английский термин, мне кажется, более точный – оппортюнити, возможность. Значит, как только оппортюнити возникает, и с точки зрения системного управления, надо четко поставить разницу между лидом и оппортюнити. Разница есть. Вот в чем парадокс. Но как в детской сказке, в стишке, глава стихи спешат превратиться в лягушат. Вот так же лиды стремятся с определенной конверсией превратиться в оппортюнити. Дальше обсуждение этой оппортюнити, обсуждение сделки. У кого-то очень быстро в магазине, на стойке банка – это быстрое общение, полчаса, 15 минут, ну максимум час. У кого-то это месяц. Тот, кто из вас в B2B, тот знает, месяцами мы выстраиваем вот это обсуждение сделки. Обслуживание сделки, когда вы заключили контракт. Заключение контракта тоже может быть очень разным. Ударили по рукам, договорились, пошли к кассе, притейли. Или подписали контракт. Или воспользовались договором офертой. Или процедура тендера в B2B, в B2G – очень распространенный элемент. Ура, сделка заключена. Обслуживание сделки. Отгрузка, услуги, первичные документы, оплаты. И все это нас подводит к развитию клиента. Развитие клиента – это попытка сформировать следующую сделку. Клиент горячий, сам доволен, формирует следующую сделку, обращается. Ура, повезло. Но очень часто нам надо прикладывать определенные усилия для того, чтобы у клиента появилась вторая потенциальная сделка, третья, десятая. С точки зрения эффективности вашего бизнеса, с точки зрения рентабельности вашего бизнеса, развитие клиента – самый важный этап. Почему именно там формируется long time value, долгосрочная ценность клиента? Именно там мы формируем настоящую рентабельность, настоящую прибыль. Во второй сделке, в пятой, в десятой, сотой, бесконечной. Помните, мы с Мишей начали по поводу клиентов, которые заканчивают свой путь. Вот хотелось бы, чтобы не заканчивали. Детализация процессов, управление процессами, оптимизация процессов – важнейший элемент системного управления. Я, вот мое твердое убеждение, считаю, что настоящий руководитель, лидер продаж должен владеть процессным подходом. Должен уметь смоделировать бизнес-процесс работы своих людей. Если у вас компания работает с различными сегментами – конечным потребителем, корпоративным, частным, через дилера, дистрибьютора, маркетплейс, экосистему, да, вот так вот, все-все-все намешано, значит, руководитель должен уметь выстроить, смоделировать, оптимизировать процессы вот в каждом из этих каналов, назовем так упрощенно, каналов сбыта. Владение процессным подходом, умение моделировать, оптимизировать процессы, наверное, одна из ключевых компетенций руководителя. Он не обязан сам руками, да, рисовать эти процессные модели, для этого есть в сложных ситуациях специальные бизнес-аналитики, но ставить задачи, принимать работу, подвергать критическому анализу получившейся схемы, предлагать какие-то идеи – вот в этом одна из основных компетенций любого руководителя. Что происходит в процессе? Потресс – это последовательность действий. Значит, есть, конечно, процессы документарные, когда мы в этих процессах оформляем какие-то документы, договора, приложения, коммерческие предложения и так далее. Приложения к договорам, но большая часть процессов, она коммуникационная. Помните, мы говорили, продажа – это коммуникация, общение, личная, вербальная, невербальная, в личной встрече, в Zoom, на площадке вебинару, в Skype, в Teams, в телефоне, в мессенджере, в почте – это все есть среда для коммуникации. Соответственно, наши сотрудники продаж должны владеть видами коммуникации, потому что личная встреча и переписка в мессенджерах – это разные вещи, надо этим владеть. И очень важно в этой коммуникации владеть техниками коммуникации. Техник коммуникации много, и процессный подход позволяет нам подобрать правильные техники коммуникации для различных этапов процесса. На каких-то этапах – это свойства, выгоды, на каких-то отличия, преимущества, ценности, на каких-то характеристики, выгоды, ценности, на каких-то мы используем сторителлинг и кейсы, на каких-то мы используем активное слушание, на каких-то мы используем спин. Бесконечная история, и перечень техник вообще-то пополняется. Техник много. Один из элементов системного управления – не просто выставить процессы, а понять, на каких этапах процессы, какие техники применяются, и научить этим техникам своих сотрудников. Во время этих коммуникаций, при любых техниках коммуникации, периодически в процессах возникают тромбы. Закупорчики такие. Клиент нас не понял, клиент думал, что что-то не то, клиент нам не поверил, клиент нас сравнил, об этом не сказал. И вот все эти тромбы исторически в русской бизнес-практике называются возражениями. Соответственно, наша задача – научить сотрудников понимать процесс, подбирать техники, понимать причины возникновения этих тромбов, возражений, и владеть определенными техниками отработки этих возражений. Вот видите, вся эта история, которая в процессах происходит, это тоже часть управления. Всему этому нужно научить. Первое. Кого? Людей. Второе. Всему этому, ну или большинству из этого, надо научить системы. СРМ-система – такой же ресурс, такой же инструмент, как и люди. Соответственно, формируя процессные модели, формируя техники коммуникации, формируя причины отработки возражений и так далее. Мы с вами в том числе учим СРМ-систему. Мы даем ей требования. Это очень такая важная история. Про СРМ мы еще поговорим. Продолжаем дальше. План есть, KPI есть, процессы есть. Организационная структура. Наши люди же ведь не в шайке работают и не в банде. Они работают в определенных структурах. Значит, вопрос, какая команда это сделает, то есть реализует процессы и достигнет целей. И как эта команда будет организована. Тут важный момент. Перед тем, как вы формируете команды, очень важно опять вернуться к процессам и распределить роли в процессах. Ситуация следующая, что время универсалов в продажах клиентских отношений безвозвратно уходит. Сегодня все меньше компаний, где за полный цикл работы с клиентами отвечает один человек. Он делает все. Он мастер на все руки. Нет, мы начинаем распределять роли. Схем для распределения роли очень много. Ну, все знают охотник, фермер. Охотник привлекает, фермер развивает. Телемаркетер-охотник – тот, кто делает проактивные контакты и передает назначенные встречи охотнику. Продавец – технический специалист. Или его часто называют продактом или пресел-инженером. В серьезных B2B отношениях, с серьезными продуктами, сложными продуктами. Получается, что технический специалист дополняет в этой связке нашего продавца. Даже в B2C при сложных продуктах, которые продаются частным лицам, такая схема тоже имеет право на жизнь. Дорогие квартиры, загородные дома и так далее. Дорогие автомобили, самолеты, вертолеты и яхты. Вот там эта схема тоже работает. Продавец – project manager. Если вы в услуговом бизнесе, продавец договаривается. Project manager, руководитель производства услугового тоже участвует в процессе взаимоотношений с клиентом с точки зрения формирования правильного КП, представления правильного КП и так далее. Продавец – оператор, когда вы выделяете людей, которые формируют документацию первичную и снимаете эту нагрузку непосредственно с продавцов. На самом деле схем распределения ролей много. Настоятельная рекомендация. Когда вы понимаете, что пора распределить роли, сначала нарисуйте процессы, увидьте всю карту процессов, и потом, как военачальник, начнете распределять роли. Если вы идете в другом последовательстве, сначала распределите роли, а потом вы начинаете натягивать процесс под эту существующую схему. Она не всегда правильная, она не всегда оптимальна. Поэтому надо действовать в другом порядке. Идем дальше. И когда мы говорим про структуру, очень важное решение – это специализация сотрудников. И отделов, если мы говорим про большую компанию. Специализация может быть по продуктам, продуктовая. Вот эта группа людей продает одни продукты, другая – другие. По территориям. Ну, с развитием удаленных коммуникаций. 20-й год сильно нам в этом деле помог. Специализация по территориям становится не такой явно выраженной. Но, тем не менее, человек, специализирующийся на территории, все-таки лучше представляет ландшафт рынка на территории и так далее. Я рекомендую тоже иметь в своем арсенале управленческом и такое решение тоже. По клиентским сегментам, а в B2B по отраслям. Очень полезная специализация. Человек, сотрудник, который специализируется на клиентском сегменте, начинает говорить на сленге этого сегмента, начинает понимать их потребности, начинает понимать их жизнь. И частных, и корпоративных клиентов определенного сегмента. Повторюсь, в B2B чаще всего этим сегментом является отраслевое удаление. Естественно, наш сотрудник более четко сфокусирован. По ценности клиентов можно и нужно специализировать сотрудникам. Сотрудники, продавцы, отвечающие за работу с ключевыми клиентами. С клиентами категории B, клиентами категории A. Тоже неплохое решение. Вот эти обстоятельства, они помогают вам принимать правильное решение по поводу орг структуры. Хорошо. Планы есть, процессы есть, структура есть. Теперь структуру нужно заполнить людьми. Дел за малым. Что было, кто всем этим занимается. Кто войдет в команду? Комплектование. И вот здесь целый, длинный, с одной стороны, всем известный процесс. Но именно в этом известном процессе чаще всего и допускаются ошибки. Процесс комплектования, причем этот процесс постоянный, перманентный, я настоятельно рекомендую, даже если у вас сегодня. Все укомплектовано. Все равно процесс комплектования, пускай работает, плавно, спокойно, без овралов, пускай работает. Во-первых, вы будете видеть, что на рынке люди есть. Ваши сотрудники будут видеть, что вы, тем не менее, просматриваете новичков. Соответственно, в какой-то момент талантливый человек появляется, способный. Ну, окей, можете избавиться от неуспешного лузера, которого давно уже поставили на выжденье. Но как устроен этот процесс? Значит, там достаточно много этапов. План вакансий, мы уже понимаем, план вакансий формируется в плане продаж. Помните, с чего мы начали? Именно там мы считаем количество персоналов. А так как у нас может быть разделение ролей, то мы еще считаем количество персоналов в каждой роли. И вот именно там происходит балансировка наших целей, KPI, ресурсов и процессов. Вот эта связка, она, собственно, определяет, как мы вот этот текущий год проживем. Дальше поиск и отбор. В чем разница? Поиск, только не улыбайтесь сейчас, друзья, но это именно так. Поиск, это создание потока желающих работать в вашей компании на вакансиях менеджера по продажам. Чтобы у вас было из кого выбирать. Вот если поток не создан, то выбирать не из кого. И вы берете первого попавшегося. Хроменького, косенького, кривенького, некоммуникабельного, стрессового. И вот потом с этим мучаетесь. Нет, друзья, надо создать поток. Ну, у каждого свое представление о потоке. И у каждого свое представление об инвестициях. Но без инвестиций в создание потока, к сожалению, ничего не получится. Иногда мне представители маленького, очень маленького бизнеса говорят, ну а как же так, у нас нет денег на это. Друзья мои, скажу провокационную фразу. Нет денег на формирование команды, не занимайся этим бизнесом. Вот не мучай себя. Это бесконечный тупиковый путь. У каждого бизнеса есть свои масштабы запуска. Но это, наверное, тоже тема для отдельного разговора. Итак, поиск, создание потока желающих за счет инвестиций в различные инструменты привлечения. От Headhunter.ru до групповых ассессментов. И эта процедура тоже может работать. Отбор – это ваши механики выбора. Тесты, ассессменты, собеседования, деловые ролевые игры и так далее. Там большой спектр инструментов, которыми должны владеть течары и обязательно руководители. Потому что последняя собеседование всегда делает руководитель продаж. Он набирает себе бойцов. Он это решение окончательно принимает. Дальше первичная подготовка. Даже если вы схантили классного продавца от вашего злостного конкурента, его все равно надо доучить, чуть-чуть переучить. Он вчера ваши продукты презентовал как плохие, я говорю простым языком, а сегодня будет презентовать как хорошие. Поэтому переучить все равно придется. Научить вашей серой системе, вашей корпоративной культуре, вашему представлению продуктов, вашим процессам. Если пришел зеленый новичок, то его просто надо учить. К сожалению, многие компании пренебрегают. Процессом первичной подготовки. Бросают своих новичков, знаете, вот как в древнем мире. Бросали детей с лодки в море. Выплавят, но можно. Дорогое удовольствие по нынешним временам. Нам поиск и отбор стоил денег. Нам их испытательный срок стоит денег. И вот если мы не будем уделять этому внимания, к сожалению, все очень нерентабельно становится. Дальше стажировка, испытательный срок. Стажировка – это ситуация, когда человек уже на испытательном сроке, но у него упрощенный KPI. Вот это отдельная тема, как адаптировать цели и KPI штатного сотрудника к первым месяцам жизни новичка. Это такая отдельная, очень важная тема для руководителя. Испытательный срок. К счастью, нам закон, трудовой кодекс, дает возможность испытательного срока. Мы можем принять решение о человеке. Иногда, к сожалению, закон нам дает слишком мало времени. Закон дает нам три месяца. В определенных индустриях цикл продажи длиннее. И мы не очень можем понять, человек успешен или нет. В том числе для этой цели используется KPI. То есть по динамике KPI, выполнению KPI через те самые метрики, мы понимаем, что шанс у сотрудника есть. Экзамен, проверка, аттестация, как хотите называть, ну и, соответственно, зачисление в штат. Процесс очень понятный, линейный. Но, к сожалению, как я уже говорил, зачастую руководители под радаш и HR многими задачами в этом процессе пренебрегают. В итоге процесс становится длинный, долгий, мутный, неэффективный, дорогой и так далее. Хорошо. Вы наполнили структуру людьми. Обучение. Постоянное, перманентное обучение. Было первичное обучение, но я сейчас говорю уже о регулярном обучении, регулярной подготовке сотрудника. Вопрос. Что должны знать и уметь сотрудники продаж? Чтобы чему-то учить, надо понимать, а что они должны знать. Понимая это, понимая вот эту некую матрицу компетенции ваших сотрудников, какие знания должны быть у них? А знания в основном продукты, клиенты, сегменты, процессы. Какие навыки у них должны быть? Процессы, техники коммуникации, техники с возражениями, техники презентации продуктов и так далее. Вот понимая все вот это, руководитель вместе с HR-ами, ну а если нет HR-ов, то сам, выбора нет, выстраивает логику обучения. Постоянную, перманентное обучение. Для того, чтобы это обучение было эффективным. Во-первых, оно должно быть постоянным. Лучше регулярно делать такие недорогие элементы, чем дорогостоящий тренинг один раз в год. Ребята, ну нет никакого выхлопа с этой затеи. Почему так происходит? Почему один тренинг в принципе работать не может? Для этого есть очень много теоретических обоснований. Так устроен человеческий мозг, эти нейросвязи, которые формируются у человека, когда он что-то узнает. Надо закреплять, штудировать, тренировать. Такая долгосрочная история. Поэтому лучше сформировать такую регулярную систему внутренних и внешних взаимодействий с вашими людьми, чтобы они закрепляли все это. Но для того, чтобы это сделать, сначала надо сформировать определенное формализованное требование. Как всегда, видите, мы все говорим о формализованном требовании. Зачастую это формализованное требование называют книга продаж, регламент продаж, стандарт продаж. Что вы хотите от людей? Надо формализовать. Как минимум три больших главы в этой книге продаж. Описание товаров и услуг. И вот здесь тоже хочу сказать, что на сегодняшний момент в большинстве компаний большая проблема. Описание товаров и услуг на понятном клиентском языке. Свойства, характеристики, отличия, преимущества, выгода, ценности, которые продукт несет своим потребителям. То, что на английском называется value proposition. Соответственно, вот эти value proposition надо сформировать. Непростая задача. Но на это нужно делать. Описание процессов. Об этом мы уже говорили. Понимая процесс, человек четко ориентируется. Ориентируется, на каком этапе процесса он сейчас находится. Сценарии контактов. Вот то, что я назвал техниками коммуникации. Они здесь в итоге превращаются в сценарии контактов, в скрипты. Большая дискуссия. Вообще, скрипты нужны или нет. На самом-то деле, моя точка зрения такова, что есть определенные роли, где прям следование скриптовым скриптам очень важно. Это обработка массовых входящих обращений. Именно массовых. Банки, страховые. И так далее. Вот там следовательность скриптам полезна. Даже если скрипт не идеальный, но все равно. В общей массе это приводит к конверсии. В остальных ситуациях скрипт не догма, но основа для тренировки. Вот в чем ценность скриптов. На скриптах мы тренируемся. И классный продавец, он владеет многими скриптами. И он в реальной жизни с клиентом, понимая, на каком этапе он находится с клиентом, он микширует эти скрипты, он микширует техники, он микширует приемы отработки возражений. Чем круче наш сейлс, тем у него в арсенале больше таких приемов. Формализовали вы книгу продаж. И дальше программа обучения, программа тренингов. Повторяюсь, вот здесь важная история регулярности. Регулярность. Чтобы это постоянно происходило. На этом пути есть много инструментов, много помощников. От внешних бизнес-тренеров, они важны здесь. В том числе при передаче технологий обучения. До внутренних сотрудников, которые могут быть менторами, наставниками, напарниками. Вот эта схема прокачки навыков тоже очень хорошо работает. Напарники. Когда два продавца друг к другу дают обратную связь. Процессу. Классная история. Идем дальше, друзья. Укомплектовали. Научили. И теперь мы хотим, чтобы эта команда наша побежала и побила все рекорды. Они должны быть заинтересованы в достижении тех целей, которые мы перед ними ставим. Мотивация. Соответственно, важнейший инструмент управления – мотивация. Инструментов мотивации большое количество. Фундаментом любой системы мотивации сейлс-менеджеров является материальное вознаграждение. Это вот фундамент, реально. Если в этом фундаменте что-то не так, с мотивацией все поет на сматку. Друзья мои, не слушайте, пожалуйста, гуманных бизнес-психологов и очень многих других людей, которые на этой ниве подвязаются, которые почему-то считают, что менеджер по продажам не волнует деньги. Я надеюсь, вы опытные люди, вы прекрасно понимаете, что люди идут в продажу в эту стрессовую, очень непростую деятельность, чтобы зарабатывать деньги. Вот такова жизнь. Одной материальной мотивацией, одним материальным вознаграждением не обойдемся. Нам нужны инструменты морального стимулирования, мотивации страхом и мотивации другой эмоции позитивной, вовлечением, энтузиазмом, гибридная мотивация. СРМ. Я сейчас говорю, вообще, инструменты СРМ, их много, они разнофункциональные. Битрикс-24 – один из лидеров российского рынка СРМ. И так далее. Ну, я сейчас хочу сказать, я вижу по поводу вопросов мотивации страха, давайте я сейчас, коллеги, закончу, я обязательно отвечу на этот вопрос, такой хороший вопрос. Я бы так сказал, мотивация опасений. Чего они опасаются? Вот пока я говорю про СРМ, вы подумайте, чего опасаются наши хорошие СРМ. Итак, друзья мои, вот для чего нам нужно СРМ? Чтобы всю эту управленческую историю, весь этот управленческий контур, адаптировать, поставить себе на службу и управлять под, не эмоциями, а на основании данных. В идеале, вообще-то, это сплав между данными и эмоциями, потому что, конечно, интуицию тоже никто не отменял, но все-таки интуиция хорошо работает, когда на данные опирается. Так вот, если в самом упрощенном виде представить СРМ, вот в виде некого хранилища данных, в центре этого слайда, в центре схемы, то мы видим, что из разных источников блок взаимоотношений в СРМ в это хранилище попадают данные о клиентах, там очень много данных, которые мы бы хотели, чтобы в СРМ попадали. Информация о контактах, взаимодействиях, информация о продажах, о отгрузках, оплатах, задолженностях, чаще всего это интеграция с ERP. Вся эта информация попадает в хранилище и современная СРМ-система может управлять воркфлот, то есть предписывать правильные процессы. Bittrex умеет это делать, да? Вы прям можете выстроить правильную логику процесса и часть этих процессных элементов даже автоматизировать, то есть автоматический переход. Пришла заявочка с сайта, она сразу попадает в лид, лид автоматически или полуавтоматически фальсифицируется и попадает уже к конкретному менеджеру. Вот такой пример воркфлоте. Теперь с этими данными вы как руководители можете анализировать эти данные. Прямо отдельная огромная история. А что мы хотим анализировать? Сегменты, клиенты, ценность клиентов, циклы лидов, цикл оппортюнити, конверсии, средние чеки, эффективность сотрудников. Там огромное количество возможностей, которые нам дают эти данные. На основании этого анализа мы планируем вот все, с чего я начал. Цели, KPI, они появляются на основании анализа. И, внимание, друзья, правый верхний угол схемы, контроль. Самая большая ценность CRM-системы, вот поверьте мне, CRM-системы очень много, ценностей и полезностей. Самая большая, что это неподкупный контрольный инструмент. Философия контроля в CRM. Дорогой сотрудник, я не вижу в CRM твоей активности по клиенту, я не вижу информации по клиенту. Сделка не твоя, контракт не твой, бонусы не твои. Вот если вы попробуете эту философию внедрить в жизнь, жизнь заиграет просто новыми красками. В школе мы говорим про контроль. Давайте я сейчас чуть-чуть ускорюсь. Организационная задача. А как его организовать? Удастся ли выполнить эти планы? Соответственно, логика контроля, стандарты деятельности, это наши планы. Измерение, это та самая отчетность, которая появляется в CRM-системе. И ради чего все это делается, друзья? Вот ради чего? Все. Ради того, чтобы руководители продаж принимали оперативно-управленческие решения. Реагировали на выполнение планов. Надо бы чуть-чуть план поднять. Перевыполнение планов. Надо серьезно планы поднять. При этом учесть, мотивация, чтобы человек не потерял, а только выиграл. И так далее, и так далее. Не выполняют планы. Ой, целый пакет управленческих решений. От корректировки мотивационных схем, привязки KPI до оптимизации процессов, структур, перераспределения клиентов, увольнения набора новых, целое дело. Вся эта история системных продаж работает, когда руководитель или руководители на основании контроля принимают решения. Часть решений может быть вообще вне подразделения продаж. Стратегические решения. Ценообразование, конкурентное наше позиционирование, взаимодействие продаж и финансов. Финансы должны разрешить большую отсрочку платежей, то есть дать больше лимит торгового кредита, говоря по профессиональным языкам. Соответственно, часть этих решений руководитель продаж эскалирует или вверх, или в сторону, к смежным подразделениям или топ-менеджментам. Друзья мои, но вся логика системного управления работает, когда решения принимаются. Как принимаются решения, какие алгоритмы принятия решений, как взаимодействуют с людьми во время принятия решений, прям отдельный пласт управления. Что у нас дальше? И вот за все это, друзья, отвечает руководитель отдела продаж, руководитель подразделения продаж, коммерческий директор, как хотите, называйте человека, который за управление, системное управление отвечает. Больших компаний, у таких людей несколько, по всей вертикали управления. Такова жизнь. Вот таким вот образом, друзья мои, мы с вами и действуем. И такой заключительный контентный слайд, а потом будут два слайда для вас некого предложения. Отчего зависят последовательства этих управленческих действий? Вот вы сегодня, наши слушатели, вы, наверное, из разных отраслей, из разных индустрий, из разного масштаба компаний, кто-то в маленькой работе, кто-то в средней, кто-то в крупной, кто-то в B2B, кто-то в B2C, кто-то в B2G и так далее. Вот вся та логика, о которой я говорил, ее применение на практике зависит от масштаба компании. В малом бизнесе часть решений упрощается. Ну, не надо делать слишком сложное решение, там, где работает этот человек. В крупном бизнесе, наоборот, эти решения усложняются, распределяются по уровню управления и так далее. От каналов сбыта вы работаете с конечным потребителем, один. Процессы логика управления вы работаете с дилерами, дистрибьюторами. Другая логика управления. Вы работаете с конечным потребителем. Сначала процессы, потом планы, KPI и контроль. Вы работаете с дилерами, дистрибьюторами. Сначала планы, потом процессы, потом контроль. Там много есть объяснений, почему именно в такой последовательности выстраивается система. Но факт остается фактом. B2B, B2C, B2G – разные процессы. Разные потребности клиентов, естественно, накладывают отпечатки на эту последовательность ваших управленческих решений, продукты компании, вы в товарном бизнесе, вы в продуктовом бизнесе, вы в услуговом бизнесе, вы в физических товарах, которые можно потрогать, вы в цифровых товарах, продуктах, сервисах, подписках. Вот у каждого из этих ситуаций своя логика выстраивания управленческого контура, управленческого решения. Ну, соответственно, корпоративная культура. Вы готовы делегировать? Ну, окей, часть решений вы отдадите вашим сотрудникам. Вы не готовы делегировать? Я не противопоставляю административный подход к управлению и такой agile подход, бирюзовый. У каждой организации своя корпоративная культура. Вот как комфортно, удобно. У каждого из этих методов свои плюсы и минусы. На мой взгляд, руководитель должен уметь правильно жить и в той корпоративной культуре, и в этой. Когда мы говорим про наемного коммерческого директора, ну, наверное, для себя он выбирает, в какой корпоративной культуре ему комфортно. Ну, понимать нужно каждую корпоративную культуру. А почему, кстати, да, сразу возникает вопрос. Почему? Ребят, все очень просто. Здорово быть в бирюзовой компании, доверять людям и так далее. Но когда на рынке случаются кризисные явления, бирюзовая компания быстренько превращается в красную, административно управляемую. Если бирюзовая компания не умеет быстро адаптироваться к кризисным явлениям, к сожалению, в России кризисы у нас, ну, просто как торнадо на Среднем Западе в США, да. То бишь, пару раз в год, да, мы должны быть готовы от бирюзы перейти в красный цвет, а с красного в бирюзовую. Вот такая непростая тоже история. Ну, вот такое мое отношение к тому, к теме, о которой мы с вами обсуждали. Вижу много вопросов, сейчас попытаюсь на них ответить. Тем не менее, друзья, два слайдика, минутка такого маленького промо. Для тех, кто хочет более детально погрузиться вообще в логику sales management, у меня с университетом Skillbox уже более года хорошо существует на рынке, неплохо продается. Онлайн-курс управления продажами. На этот курс можно записаться на сайте Skillbox. Значит, сейчас, видите, до 8 мая 30% скидочка у них. Но от себя, я что-то когда подумал, готовясь к кубинару, надо бы от себя тоже дать скидочку. Но у нас сейчас майские праздники, мне надо с ребятами Skillbox согласовать. У меня будет к вам такое предложение. Подпишитесь на меня в Инстаграме, ну, что-то хочется мне взбодрить свой Инстаграм. Вот, собственно, QR-код, можно прямо телефончик сейчас навести и зайдете в мой аккаунт. И мне в личку напишите, Вадим, пришлите ссылочку на курс. И после майских пришлите дополнительную скидку. Я с ребятами с Skillbox договорюсь, скидочка будет. То есть в районе там 11-12 числа вы все получите эту скидку от меня, промо-код. Если кому-то хочется ссылку, чтобы пораньше посмотреть, опять же, да, когда вы напишите, я вам сначала пришлю ссылку, чтобы вы поизучали программу курса, а потом пришлю и дополнительный промо-код. Что-то я не сообразил, что надо было, что сейчас майские, и, как сказать, надо было раньше по поводу промо-кода. Но, ребят, мой косячок. Так что подпишитесь, и промо-код будет. Ну, для тех, естественно, кому это интересно, да. Ну, что ж, друзья, я надеюсь, у вас есть вопросы. Я вижу уже и в чате вопросы. Миш, ты будешь озвучивать или как там поступить? Да, во-первых, я обещал сразу ответить на вопрос, который интересный получился, да. Помнишь, ты его отложил и хотел сразу на него поотвечать. Про страх и мотивацию. Вообще, несколько вопросов про мотивацию, может быть, там, тезисно. Мотивация как лучше, как хуже, какая есть. Значит, еще раз, да, про мотивацию. Как я уже сказал, фундамент – это материальное вознаграждение. Но в системе материального вознаграждения очень важно, прозрачно, понятно и по большому счету справедливо, сейчас отдельно прокомментирую, что такое справедливо, привязать элементы материального вознаграждения, как позитивные, так и негативные, за что мы можем наказать, к логике выполнения планов и реализации KPI. Да, вот я сейчас скажу так, это обтекаемо, потому что это, конечно, такая долгая тема. Какие KPI, как они привязываются к позитивному, негативному вознаграждению, к постоянному, к переменному, там очень много правил. Но об этом нужно думать. Что такое справедливое? Есть теория справедливой мотивации американского психолога Адамса. В двух словах, эта теория, она, правда, же им очень подходит. Говорит следующее, что в эмоциональных сферах деятельности, а правда, же очень эмоциональных сферах, да, значение демотивирующих факторов, раздражающих, важнее, чем мотивирующих. То есть наши ошибки в логике материального вознаграждения, которые люди воспринимают как несправедливые, не зато наказываете, не зато поощряете. Людей раздражают больше, чем воодушевляют возможность заработать. Вот парадокс. И люди начинают думать об этой несправедливости между тем, чтобы думать о том, как сделать больше позитивного и заработать. Поэтому надо думать об этой логике привязки к ИПА. Значит, это фундамент. Дальше мы говорим про моральное стимулирование. Значит, инструменты морального стимулирования, они разные. Вот там в чем сложность? Они разные для разного класса сотрудников. Для чемпионов одни, для середнячков другие, для новичков третьи, а для лузеров, отстающих, нет инструментов, там уже увольнение. И теперь мотивация опасения. Значит, люди работают в эмоциональной сфере. Эмоции, опасения, ну, видите, я так чуть-чуть сглажу, не страх, а опасения. Это тоже эмоция. Использовать эту эмоцию нужно. Вопрос, чего опасается хороший сэлс? Вот чего он опасается? Как показывают исследования, не увольнение. То есть грозить, как там был фильм голливудский, не надо грозить Южному Централу, вот не надо грозить хорошему, успешному продавцу увольнением. Вот знаешь, он через неделю найдет себе отличную работу. А вот чего-то же он опасается, и чаще всего опасается двух вещей, что заберут под тем или иным видом клиента, перераспределяют клиенту не в его пользу и загрузят процессами рутинными, механическими, которые не связаны с клиентами. Очень много там бумаг надо делать, еще чего-то, согласования, вот это они не любят. Поэтому мы говорим, как руководители, мы тебе уберем вот эти опасения в обмен на что? В обмен на большую интенсивность, на большую сфокусированность, в обмен, скажем, что ты там, например, наставником, может быть. То есть мы используем этот инструмент во благоуправленческим целям. Но есть один нюанс, и этот нюанс относится и к мотивации опасениям, и к мотивации вовлечениям, то есть позитивные эмоции. Опасение – негативные эмоции, а вовлечение, энтузиазм – позитивные эмоции. А принцип один и тот же, что эмоциональная мотивация, она такая, знаешь, одноразовая. То есть этим инструментом надо пользоваться очень аккуратно, не чистить. Один-два раза в год. Если мы начнем сотрудников пугать раз в неделю, или воодушевлять раз в неделю, то сотрудники нас будут считать не очень адекватными руководителями. То есть это все размажется, вся эта эмоциональная штука, она размажется, и люди так говорят, ну ладно, сейчас перебесится там наш шеф, чуть-чуть понервничает и успокоится. Я думаю, многие из вас встречали такие ситуации. Поэтому вот эти эмоциональные инструменты, они такие точечные. Один-два раза в год. А вот когда их применять? Миша, тут прям лью воду на мельницу Битрикс. Самое классное, мы применяем эмоциональные инструменты, когда анализ данных в СРМ нам показывает, что пора, пора. КПА пошли вниз, процессы стали растягиваться, а то клиентов начал увеличиваться. Или мы видим все равно, что какие-то клиенты вообще с ними не коммуницируют. Это что-то неинтересно там с ним. Вот как только мы увидели в данных вот эти вот нехорошие зоны, все, можно уколоть, можно уже сделать такой точечный. Понятно, что мы в регулярном менеджменте там много решений принимаем, но я сейчас говорю именно про эмоции. Можно эмоциями, да, так чуть-чуть уколоть. Но вообще мотивация огромная тема, мы ее сейчас не отмотим. Огромная тема, да. Мы так по верхушкам побегали. Вот есть два вопроса, которые хочется сейчас взять. Один уже в обсуждении, в чатике я вижу, если продажник не мотивируется деньгами, давай так, это возможно вообще? Он человек, который должен работать в продажах? И если руководитель видит такую ситуацию, то есть как ему опознать вообще, это там игра такая или он не мотивируется деньгами, что ему делать? Знаешь, есть такая, ну для любителей спорта, сейчас будет такая любопытная метафора, есть такой российский футболист, он травмир, но до сих пор играет в локомотив, по-моему, сейчас, Борис Рутенберг. Он сын олигарха Рутенберга. И вот весь спортивный мир шутит на безоснование, по-доброму, что это единственный футболист, который играет не за зарплату. Но ему она не нужна. Он играет за самореализацию. И все, кто с ним играл, говорят, что он как бы такой не самый талантлив, но безумно трудолюбивый парень и такой прям очень настойчивый. Теперь возвращаясь к нашим реалиям. Ну, честно говоря, ну это странно, что продается идет в продаже, не зарабатывает деньги. Но по аналогии с Борисом Рутенбергом, ну, например, если человек хочет прокачаться в маркетинге и стать великим маркетологом, и два-три года перед этим он вот хочет вкалывать в продажах, это хороший мотив, мотив крутой. Это редкость, но если вы такого видите, ну, это интересная история. Интересная история. Или человек хочет прокачать себя как бизнесмен. Он идет в продажах, чтобы понять, подготовить себя в будущем к открытию собственного бизнеса. любопытная история, только вот этот второй персонаж, ну, очевидно, он вам стратегически, он такой на тактическом отрезке может быть для вас полезен. Поэтому, вот такое мое отношение. Все-таки я считаю, что материальный интерес как фундаментальный мотив очень важен. Ну, и первая ситуация, отклонение, да, что не деньги мотивирует. И если я хочу поучиться чему-то, или если я хочу получить опыт, чтобы потом свое сделать, и тот, и другой человек показывает хорошие результаты. Он не мотивируется деньгами, но хорошо работает. Ну, смотри, да, если такие редкие случаи бывают, у него есть, понимаешь, у него есть мотив. Вот что такое управленческая мотивация? Мы понимаем мотив человека, и мы на этот мотив инструментами, материальными, моральными, страхом, вовлечением, мы воздействуем. Поэтому понять мотив человека очень важно для руководителя. Другой вопрос, да, повторюсь, что в продажах подавляющего большинства основной мотив – деньги. Я пришел зарабатывать деньги. Ребята, стесняться этого не надо. Слушайте, ну, есть прослойка людей, которым это прямо важно, для них это самореализация и так далее, и так далее. Понять этот мотив важно, и тогда вы выстраиваете эту логику. Другой вопрос, что личный мотив зарабатывать деньги, он не сто процентов сразу конвертируется в успех. Чтобы быть успешным, кроме этого мотива, и в вашей разумной системе мотивации должны быть компетенции у человека, он должен уметь это делать, мы должны его учить. Он должен жить в пространстве разумных целей KPI. Известный факт, что если человеку дать нереалистичную цель, то даже самый компетентный, наоборот, чем более компетентный человек, он поймет, что цель недостижима, и он не пойдет в этот бой. Поэтому, видите, весь этот комплекс управления, он для того, чтобы реализовать у способного человека вот эту его компетенцию в реальной жизни. Это такая прям тема-тема, такая чарная, очень глубокая тема, личные мотивы, как это работает и так далее. Тут что не вопрос, он такой интересный. Он вырождает следующий вопрос. Да. Мы немножко не в тайминге, но возьмем еще один вопрос, кажется, он хороший. Вот когда мы видим цепочку продаж, и на разных участках этой цепочки работают разные люди, но конечный результат у нее положительный, всегда один. Вот эта цепочка должна привести клиента к продаже. Если на пресейле разные участники, как между ними распределить вознаграждение и вот эту зависимость, кого где похвалить и кого считать молодцом за то, что сделка получилась и наоборот, если не получилась. Ну, смотри, я начну так прям с верха этой проблемы. Это очень серьезная управленческая, не проблема, задача, да, как выставить процесс взаимодействия ролей, интерфейсы взаимодействия и, соответственно, распределение успеха. Ты знаешь, я считаю, что вот в этой мини-команде все равно есть кто-то главный, один. Не бывает, на мой взгляд, команда без лидера, да, то есть кто-то один. И уж коль мы говорим, кто это из наших ролей, это вот роль, которая селс, которая реально отвечает за отношения с клиентом. Все остальные, так или иначе, сервисные роли. Они очень важны, да, я здесь это говорю, не для того, чтобы принизить, да, я это говорю для того, чтобы, как сказать, мы объективно смотрели на картон. посему очень важно в этой ситуации разделить часть вознаграждения индивидуального, все-таки СЭС получает больше участия, ну, такова жизнь. И справедливо распределить индивидуальные бонусы за эту выигранную сделку с СЭЛом по участникам процесса. Возможно использовать командные бонусы, да, для некого сплочения. непростая история, потому что эти команды непостоянные, а в другой сделке я с другим там присел инженер. Вот, на мой взгляд командный бонус должен быть непревуалирующим, то есть основные деньги люди получают в индивидуальных своих бонусах. Командный бонус он такой дополнительный, вкусненький, симпатичный. И теперь, чтобы наполнить эти бонусы вот реалиями, они должны быть четко привязаны к индивидуальным KPI. Вот в этом-то и смысл. у нас есть длинный сквозной процесс, мы его бьем на этапы, внутри этапа один кто-то ответственный, да, за весь цикл тоже один ответственный. И тогда мы KPI по этапу привязываем к конкретному человеку. И понимаем, вот ты сделал, отлично. И вот этот подход, он обычно прозрачный и успешный, но он порождает определенную тоже проблематику, то есть любые наши классные управленческие решения порождают проблему в будущем. нет идеала, но его нет. Смотри, пресейл инженер, он классно делает свою работу, все-таки KPI выполняет, а сейл сливает по какой-то причине. У него конверсия хуже, да? Если мы скажем пресейлу, слушай, дружок, ну извини, вот там Вася все сливает, то, конечно, на лояльности компании пресейл продержится какое-то время, потом скажет, ребят, ну подождите, ну какая-то хрень получается, да? Нечестно, несправедливо. Поэтому мы должны распределить фикс, флекс во всех этих схемах, понимая по процессу, какие KPI, каким блоком вознаграждения постоянным и переменным относятся. Вот такая вот непростая задачка управленческая. Но как только мы более-менее логично это системно выстраиваем, то сразу возникает вполне понятная история. Условно говоря, да, мы говорим пресейл, у тебя в основном там история, что ты, у тебя большой фикс, ну ты классный профессионал. Да, у тебя есть переменная, часть. Да, она привязана к итоговому результату. Поэтому мы в этот твой фикс мы хотим, чтобы ты делал определенное количество пресейлов с определенными требованиями по качеству пресейлов и так далее. А если тебе не хватает таких пресейлов, виноват не ты, виноват сейлс, который, или лид-генерация, которая не формирует тебе загрузку. То есть таким образом через процессный подход мы находим ну в хорошем смысле крайних. Не для уж обругать, а для уж понять, где не так. Что где у нас не так, где сбой? Да, мы хотим пресейл-инженеру хорошо заплатить, но для этого он должен быть загружен. А сегодня он загружен на 50%. Лид-генерация, где лиды? Сейлс, где квалификация этих лидов и запуск процессов пресейл, потому что опять же, если мы не квалифицируем лиды и оппортюнити, то пресейл занимается чаще всего ерундой, ну с какими-то мусорными клиентами. Видите, сколько, сколько, сколько нюансов появляется. Но сейчас резюме такое позитивное. Процессный подход плюс автоматизация позволяет прям реально расшивать вот эти карты процессов рисовать, KPI назначать и через CRM контролировать, потому что KPI это не догма, они всегда в таком динамике находятся. Через CRM мы видим и смотрим, что происходит. И меняем KPI, меняем процессы, и это и есть в управлении системы. И это очень интересная вещь, кстати. Вот так вот понимая, как это происходит, это увлекательная история. Вот такой будет мой ответ на серьезный твой вопрос. Ну то есть нет волшебной таблетки, по каждому вопросу нет идеальной системы и идеального совета. Миша, я через запятую, но системное управление кардинально повышает вероятность. Вот такой будет ответ научный, серьезный. Я должен был сейчас так очки поправить тоже так. Я тебе передам. Да, да, на самом-то деле, без шуток, обстоятельств в жизни много, и в продажах очень много обстоятельств, но системное управление, которое реагирует по данным на вот эти все волатильности, оно кардинально повышает вероятность. Если компания в эту управляемую систему продаж запускает качественные продукты, то успех просто не загорает. Успех не загорает. Вот так вот. То есть продажи тоже сами не могут все закрыть в своей груди. Спасибо огромное. Темы правда большие. Мы тут похватали немножечко в вопросах и я надеюсь посмотрели предметно на там сам процесс, который выстраивает логически руководитель отдела продаж. Ну, или как его должность называется внутри компании. Спасибо тебе огромное. Спасибо, ребята. Я так июнь сейчас буду слушать, если вдруг какие-то вопросы появятся, но сейчас уже твое время. Хорошо. Жги. Хорошо, друзья. Значит, у меня осталось немножко времени, поэтому я буду достаточно быстро в высоком темпе говорить, что я хотел сказать сегодня. Я буду говорить про построение той же системы продаж, как и Вадим по сути, но с точки зрения системы, системы программной буду говорить на примере Bittrex24. Итак, несколько блоков у меня есть внутри презентации, по которым хотел бы я пройтись, и там основные акценты растали. Надеюсь, если вопросы будут появляться, можно, опять повторюсь, в чате их бросать, и коллеги уже про Bittrex24 отлично ответят на эти вопросы. Может быть, и я не доберусь до финального блока. Первое, про что мы говорим, когда возникает система, CRM-система внутри компании, мы говорим, что мы хотим контролировать поток обращений и входящих, и исходящих обращений. Если с входящими обращениями мы примерно понимаем, что у нас происходит, мы отдали там базу на обзвон нашим менеджерам условно, то с потоком входящих обращений из разных каналов нужно, конечно, очень четко разобраться и уметь считать их по пальцам буквально. поставьте, пожалуйста, друзья в чате к цифру 1 те, кто может сейчас посмотреть в какой-то системе и сказать за последнюю неделю, какое точно количество входящих обращений у него было внутри, в компании. Или, если мы точно не знаем, то цифру 2, для того, чтобы мы примерно понимали, как мы фиксируем четко входящий поток обращений. Пока вы ставите цифры, большое спасибо вам за активность, за то, что вы там честно говорите, что у вас, какая ситуация, первыми реагируют те, у кого есть такая информация, следующими ставят те, у кого такой информации пока нет. Значит, мы в разных каналах работаем, сейчас бизнес такой, что мы не можем только по телефону или только по электронной почте, мы должны и в соцсетях быть, и в мессенджерах и отвечать оперативно на звонки и на электронные сообщения, и на сайте вывешивать форму, в которой мы тоже быстро реагируем. Поэтому, конечно, первое, что мы должны сделать, точно знать, сколько таких обращений у нас есть. Вот сейчас на скриншоте у меня из Bittrex 24 как раз контакт-центр, который подключает разные-разные каналы. Да, все верно, пишут в комментариях, что для этого IP-телефонию как минимум нужно подключить, если мы про телефонию говорим. И то же самое сделать со всеми остальными инструментами. Подключить электронную почту, чтобы мы считали, сколько таких писем есть. Подключить телефонию, IP-телефония, да, сейчас такой стандарт внутри уже. Подключить разные каналы, соцсети подключить, мессенджеры подключить и все совершенно точно считать. И достаточно быстро внутри на все это реагировать. Соцсети, да и наши ожидания внутри как физлист говорят о том, что как быстро мы хотим ответ на сообщение в чате. Ну, мы хотим моментально. Вот мы написали и нам ответили, потому что чат инструмент быстрого обмена такими сообщениями. Соцсети указывают у себя в групповом аккаунте, мы видим, обычный аккаунт отвечает в течение минут или часов, или дней. И это сразу формирует отношение наших клиентов. Я хочу написать, я быстро получу ответ. Или, наверное, нет смысла писать, потому что пару дней для меня нет возможности ждать, нет смысла. Из небольших лайфхаков, когда вы собираете данные из социальных сетей к себе в CRM-систему, используйте, пожалуйста, встроенные внутренние механизмы, которые облегчают передачу таких данных. Это интеграция в ВКонтакте и в Facebook, называются там это формы, которые сразу же подтягивают данные клиентов, заполненные и проверенные самой социальной сетью уже в вашу форму. То есть можно сразу получить такие данные, они предзаполнены, там исключается человеческий фактор, ну и упрощается отправка таких форм. И ВКонтакте, и Facebook имеют такие системы, и можно интегрировать их с Bittrex24, сразу же это повышает вам качество данных, то есть актуальность данных, которые вы получаете, ну и немного повышает конверсию, поскольку упрощает заполнение самой формы. Значит, следующий момент. Мы говорим про лидогенерацию, да, про сбор данных. Понятно, если мы на своей там страничке в социальной сети, там это Instagram, или это Facebook, или это ВКонтакт, достаточно понятно объяснили свой товар или услугу. Это можно сделать, если они не очень сложные. Вот если товар или услуга сложные, и нам для того, чтобы собрать такие данные от человека или от компании, в лице человека все равно, нужно, ну, достаточно серьезно с ним поработать, преодолеть возражения, рассказать, чем мы отличаемся от конкурентов, или почему цена на наш товар соответствует ценности, которые получит клиент. Нам нужно, ну, по сути, сделать такой посадочную страницу, лендинг, и там вот уже по всем этим блокам пройтись друг за другом, дать возможность заполнить такую форму и собрать данные. Внутри Bitrix24 есть блок отдельный, называется он Bitrix24 сайты, и сайты 24, и можно на нем собрать, как в конструкторе, посадочную страницу и работать на ней и для приземления трафика из разных источников, и как раз на ней можно и отработать возражения, и детально рассказать, что же вы, по сути, такое предлагаете. Еще немножко к лайфхакам, когда вы используете на своих сайтах такие виджеты, как онлайн-консультант, напишите мне, мы ответим вам. Соответственно, я очень рекомендую использовать там не просто сам механизм онлайн-консультанта на сайте, можно оставить сообщение, получить ответ, а дать возможность людям написать вам с использованием своих аккаунтов в социальных сетях, в Телеграме, в Фейсбуке, в том же там, в Вайбере, в ВКонтакте, еще где-то, потому что вы получаете их данные и можете ответить не только то время, когда они находятся на сайте, вот ту минуту, пока я не убежал, но и через день, через час, через какое-то продолжительное время я написал вам со своего телефона, оставил, по сути, аккаунт. Вот вы уже имеете доступ ко мне. Это повышает, увеличивает вашу клиентскую базу и повышает, конечно же, вероятность того, что вы до клиента достучитесь, отдадите. Маленькая ремарка, здесь без деталей помним, что все мы, то, что собираем данные, имеем дело с перс-данными и, соответственно, по закону должны соответствовать и внутри себя, по процессам оператору перс-данных, ну и предупреждать клиентов, зачем мы собираем эти данные и как мы их будем использовать. Там отдельная такая ремарка. Следующий блок. Мы взяли все контакты, совершенно точно понимаем, какое количество входящих обращений у нас, можем на него влиять, или понимать, какая конверсия внутри, какое количество исходящих. Мы тоже через CRM их прогнали. И мы понимаем, что мы формируем базу клиентов. База клиентов у нас растет постоянно, актуализируется постоянно. И, конечно же, при формировании такой базы мы сразу же смотрим чуть дальше, как мы ее будем использовать. Что для этого нужно? Для этого нужно определить, где хранится эта база. Вот она, CRM-система из разных каналов подключается. Как мы будем потом с этой базой работать? Какой у нее будет основной канал для связи? Что мы должны у клиента спросить для того, чтобы ему потом либо написать, мы в основном e-mail используем, либо позвонить, мы используем в основном телефон, либо подключить его там к группе в социальной сети для того, чтобы там взаимодействовать. Ну и что мы про клиента хотим знать? Как мы будем делить их потом на группы разные? Мы должны знать отрасль, оборот, пол, наличие, не знаю, собак, детей, машин, все что угодно. Это мы заранее придумываем для того, чтобы мы эту базу заполняли и потом могли делить совершенно спокойно. Что еще может быть сегментом для деления? Это информация, которую мы про клиента знаем. Вот здесь, опять же, скриншот, карточка клиента. Мы в левой части этого скриншота видим ключевые данные, которые записали про клиента. Например, это сделка и сумма сделки, там, 120 тысяч рублей, как завод человека, когда, какие данные, основные мы вынесли вот в эту сделку. Это настраиваемое поле. В правой части мы называем это так, таймлайн. Что мы с этим клиентом в процессе всего нашего взаимодействия делали? Мы звонили, мы разговаривали, мы переписывались, мы отправляли какие-то документы по почте. Вот эта хронология вся у нас в этом таймлайне есть, потому что это удобно. Можно подсоединиться в любой момент там новому менеджеру или на замену кому-то, кто заболел, понять историю взаимодействия, ну и, конечно же, иметь возможность очень быстро сориентироваться, что с клиентом прямо сейчас происходит. Маленький, ну, такой шаг в сторону, что нужно для клиентской базы. Мы когда говорим клиентской базой внутри CRM, вроде бы все понятно, но, конечно же, недостаточно просто загрузить ее туда. Мы обязаны быть актуальными внутри этой базы, поэтому все коммуникации должны быть изнутри CRM. Если клиент изменился номер телефона, CRM это должно быть отражено. Ну, и вся история, которая есть, конечно же, должна быть внутри CRM-системы для того, чтобы мы понимали, кто наш клиент, что с ним нужно делать дальше. Наверное, слайд, которые предельно понятны, детально не разъясняя, зачем это, права доступа на CRM, чтобы менеджер мог или не мог выгрузить базу данных к себе, мог или не мог удалить контакт или там сделку изнутри CRM-а. Это детально настраивается внутри Bittrex 24. Выбираете роль, и что роль может делать. Там такое большое поле для настройки. Коллеги помогут сориентироваться вам, если вы до этого раздела не добрались. Теперь про путь клиента. Ну, в простом формате мы говорим, путь клиента – это как он начинается и чем заканчивается. Мы определяем стадии, и это, по сути, воронка продаж. Мы говорим за первым, первой стадией следует следующее, дальше, дальше, дальше. И вот они, например, там 8 у нас или 5 или 12. У всех в бизнесе по-разному. Почему это супер важно? Потому что, нанимая нового человека внутри компании, мы сразу же даем ему алгоритм, последовательность действий, верную, проверенную нами. Это его структурирует, и они идут друг за другом совершенно точно. Второй момент, который здесь на слайде отражен, называется он обязательное поле. И если нам, по сути, необходимо какое-то данное перед составлением, например, коммерческого предложения отправить, скажем, без размера компании или без оборота компании, без отрасли компании, коммерческое не составить. И мы говорим, вот не передвинуть сделку со стадии, узнать, что там у клиента, какие данные, опросить его социализацию первый раз на стадию коммерческого предложения нельзя, если мы не заполнены на такое поле. Эта данная база расширяет данные по нашим клиентам и, конечно же, гарантирует, что коммерческое предложение мы отправим уже, используя необходимую информацию, которую мы понимаем критично для нашего бизнеса. Мы понимаем процесс в различных срезах. Есть CRM-аналитика, прям отдельным блоком, где мы видим общую статистику, какое количество обращений, какая конверсия обращений, вплоть до сквозной аналитики, из какого канала приходят к нам клиенты и сколько стоит наша конкретная продажа. Можем посмотреть про продукт конкретный, про конкретного менеджера или в общем, в целом по компании и сравнить, например, менеджеров друг с другом, насколько хорошо конвертируют одни или конвертируют другие. Если мы понимаем, что где-то есть сложность, например, мы нашли одного человека, одного сотрудника нашего отдела, у которого не очень здорово идут дела, он работает хуже, чем его коллега, то мы можем углубиться внутрь и посмотреть, что же на конкретной стадии у него происходит. Вплоть до того, что мы можем посмотреть конверсию стадий, если нас это не удовлетворяет, на определенных стадиях, на стадии коммерческого отваливаются все или закрытие сделки плохо происходит. Мы можем пойти вглубь и послушать звонки, почитать диалоги, переписку, почитать письма, которые с клиентом взаимно друг к другу отправлял менеджер. Возможно, там какая-то сложность. У меня на слайде есть история про девушку с бархатным голосом. Давайте я в двух словах ее расскажу, просто сейчас пробегаю. В одном из отделов был руководитель, который посмотрел на двух рядом сидящих сотрудников. Девушка прекрасно назначала встречи, молодой человек хорошо их конвертировал, а вот обратные процессы у них происходили плохо. Он их объединил в пару и получил отличный результат, больше, чем каждый из них сделал бы по отдельности, просто потому, что имел возможность посмотреть, где сильная сторона у каждого из сотрудников, где, по сути, слабая. Немножко про пользу проигрышей, тоже здесь скажу, это вопрос о сегментации, в том числе, когда у вас сделка выиграна, это единственный вариант, вот он самый правильный, самый хороший, у нас все отлично. Когда сделка проиграна, там могут быть разные причины. Пожалуйста, фиксируйте эти причины, какие они могут быть. Это дает возможность руководителю отдела продаж понимать, умеют ли менеджеры работать с возражениями конкретными. Если клиент подказался по причине, там, нет денег, например, вот такой вариант, вы заходите и слушаете разговоры. Чаще всего это означает, что менеджер не умеет работать с возражениями про, там, нет денег, нет бюджета, не выделили, и с этим у него некоторая сложность, нужно ему здесь помочь. Ну и второе, мы можем потом сегментировать по причине этого проигрыша. Вот как раз про сегментацию еще пару слов. Как мы можем разделять, как мы можем сегментировать? Ну, три базовые вещи по постоянным признакам нашим. Мы знаем, там, пол человека или отрасль B2B-компании. Мы знаем историю. Он совершал покупки у нас на протяжении, там, последнего периода времени. Два месяца, три месяца, десять месяцев, вот. И по каналу. Мы понимаем, что с этим пулом клиентов мы можем взаимодействовать через SMS, через номер телефона, через почту или каким-то образом еще. Вот там три базовых критерия. Мы делим нашу аудиторию, причем мы эти сегменты можем составлять заранее. У нас есть внутри B3X24 там сегменты предустановленные, готовые мы их называем. А вы можете создать под себя, чтобы одним кликом сразу же формировать такой пул клиентов и по ним каждый месяц, например, проводить какую-то активность. Сегментировать аудиторию, делать им специализированные предложения, определенным образом с ними общаться. Это касается и региональных историй, по городу отделить, и совершенно разных других, когда нам нужно клиентов разделить. Мы по-разному с ними разговариваем. Здесь же еще такой же слайд, только другой немножко текст будет. Мы можем сегментировать клиентов и по причине проигрыша. Мы говорим, давайте мы возьмем всех, с кем мы проиграли сделки в последние полгода по причине проект перенесли. И заново с ними поработаем. Это потенциально наши клиенты. Возможно, сейчас у них будет такой интерес. Ну, таким образом можно строить сегментацию. Вообще, что такое CRM-маркетинг? Опять же, это отдельный блок внутри Bittrex24, где вы можете работать со своей базой. Я вот здесь простенькое определение дал. Самое главное в этом определении это активная коммуникация на основе данных, конечно. То есть мы сами инициируем общение на основе тех данных, которые у нас про клиента есть. Мы инициатор общения. Вот здесь это важно запомнить. Через какие каналы мы можем прийти по e-mail, естественно. Да, мы про это говорили. Через SMS можем сделать. Можем даже голосовое сообщение сделать, если это уместно в вашем бизнесе. Можем таргетироваться в Facebook, например, на нашу определенную группу клиентов, если мы понимаем, что вот на этой стадии воронки их нужно погреть. Или через месяц им нужно опять донести какое-то сообщение. Это можно сделать через рекламный инструмент. У нас есть волшебные три буквы LTV, на которые мы все целимся. По сути, LTV – это все деньги, которые клиент оставил нам на протяжении всего нашего с ним взаимодействия. Мы говорим здесь про повторные продажи. Вот тут три популярных сценария. Это регулярные сделки. Мы продаем что-то постоянное. Каждый год мы продаем страховку, например. И вот регулярно ее продаем, не забываем. Это кросс-продажи. Мы к продаже автомобиля продаем техническое обслуживание и там дальше какие-то услуги еще. И несколько вторых попыток. Вторые, третьи, четвертые. Если первый раз у нас не получилось, у нас не все сделки успешно закрываются, мы приходим к клиентам второй, третий, четвертый, пятый раз, потому что это наша потенциальная аудитория. Мы уже поняли, что это наши клиенты. Мы с корень провели. Они у нас в воронке находились когда-то. И сейчас мы предлагаем им тот же продукт или соседний продукт. Что-то, что мы можем сейчас продать им и в чем они могут нуждаться. Ну и еще два блока. Это реактивация. Клиенты были у нас, но подуснули, больше не взаимодействовали с нами. И воспитание лояльности. Лояльность очень хорошая история. Было большое исследование. Исследование даже не там российское, а международное, в котором говорится, что 64% клиентов говорят, что их ну подзабыли, не приходят к ним. Они меняют поставщика, потому что не чувствуют, что с ними есть регулярные коммуникации. Для сравнения, из-за денег уходит около 15% клиентов, когда они нашли лучший вариант по цене. А вот потому, что их не любят и не ценят, 64% подумайте об этом, пожалуйста. Внутри Bitrix24 есть разные инструменты для того, чтобы настроить и регулярные продажи, и кросс-продажи, и никогда не забывать про клиентов, вообще исключить такой фактор человеческий, когда мы забыли про клиента. Это воронки, по сути, мы их называем тоннелями продаж. Они могут идти друг за другом. На простом примере продажи машины вот первая воронка по продаже автомобиля прошла, через два месяца запускается следующая воронка по техническому обслуживанию. Нулевое ТО нужно привести. Через год запускается первое ТО, второе, третье. И вот так мы четко выстраиваем заранее все эти процессы и никак про них не забываем. Эта польза и для компании, и для менеджера это его личные результаты повышает, конечно. Когда у нас есть некоторые затишья по клиентам, мы опять же обращаемся к своей базе, инструмент, который называется генератор продаж. Мы идем, выбираем сегмент аудитории, например, люди, которые живут в Санкт-Петербурге и которые в последние три месяца совершали у нас какие-то покупки. И идем к ним с акцией. Вот мы выделили такую группу, отдали ее менеджерам на прозвон. Пожалуйста, это генератор по сути повторных продаж, ну или первичных, если в первый раз они ничего не купили. Еще один очень важный момент, на котором тоже сейчас хочется поставить акцент, это продажи в мессенджерах. На самом деле мы с конечными клиентами общаемся. Это история и про B2B, потому что огромное количество коммуникаций перетекает у нас в мессенджеры. Мне удобно получить в мессенджере какой-то документ, ссылку на презентацию, быстро сказать могу, не могу, назначить встречу. То есть очень много коммуникаций находится в мессенджере. А для B2C еще очень характерная история про продажу конечную, поскольку весь цикл сделки, если она не очень большая, можно и начать, и завершить в мессенджере, просто бросив человеку ссылку на оплату, описание продукта или услуги, ссылку на страничку с доставкой или с правилами возврата, все что угодно. Это можно сделать достаточно просто. Я вас очень прошу и рекомендую подключать в особенности к B2C инструменты оплаты прямо в чат. Для B2B, посмотрите уже, насколько сценарий ложится к вам, для B2C однозначно внутрь чата можно бросить ссылку, человек нажимает на телефоне и оплату производит. Очень хороший инструмент, очень хорошо влияет на конверсию в B2C сегменте точно. Вадим в своей презентации говорил, что менеджеры по продажам очень не любят рутину. Прям подтверждаю, исследований, по-моему, большого не было, но все как один говорим, что обязательно нужно, обязательно нужно снимать с менеджеров рутину, это увеличивает эффективность производительности. Я сейчас про автоматизацию, ну вот прям скользь отмечу, что она в принципе существует, а вот детальный сценарий автоматизации попрошу коллег, которые сегодня в чате работают, вместе с вами обсудить, дальше вы будете общаться и прям по конкретным сценариям внутри бизнеса пройтись, что можно улучшить. Вообще разные направления есть, что можно автоматизировать, можно автоматически планировать следующие действия, как, например, с повторными продажами или со следующим контактом, можно автоматически отправлять клиенту сервисные сообщения, как мы их называем. Ваш товар доставлен, пожалуйста, это автоматическое сообщение или автоматом отправить ему документ или договор какой-то, если его контакты есть и мы сразу спланировали так сделать при переходе в нужную стадию, например. Можно посмотреть за тем, как менеджер обрабатывает лиды и сделки. Если долго зависла в одной стадии сделка, то робот это видит и говорит, смотрите, больше одного дня, одного часа или одной недели, как вы поставите, так не должно быть, пожалуйста, либо ты сам что-то сделай, либо руководитель прими меры для того, чтобы менеджер ускорился в этом направлении, нельзя терять ничего здесь. Отдельно скажу, что у нас есть там роботы и триггеры, они делают несколько разных действий. Сейчас, чтобы не путать, тоже оставлю это чуть-чуть за скобками и попрошу партнеров расшифровать. Наверное, дам сейчас такие два кейса, но вот первый кейс мы уже говорили, мы можем, например, сервисное сообщение полностью отдать на откуп роботам. Они все будут делать, менеджер не должен сам звонить и говорить, здравствуйте, ваш автомобиль готов, приезжайте, пожалуйста. Робот может написать сам весь тот же текст, все удобно. А есть триггеры, которые отслеживают действия клиента. Тоже простой пример, вы сделали рассылку, в этой рассылке указали ссылку подробнее на лендинг, который сделали на сайтах 24, почитать, какая новая услуга есть или что вы сейчас предлагаете клиенту. И вот если клиент перешел по этой ссылке на лендинг, триггер об этом узнает и сразу же, например, переведет в следующую стадию сделку, отправит менеджеру сообщение, что смотри, вот этот теплый клиент, он услуга интересуется, пожалуйста, приди к нему, поговори в дальнейшем. Отдельный большой блок, который супер нравится менеджерам обычно, это генерация документов. Вот та рутина, которую не хочется обычно делать, копаться с документами. CRM-система может взять это полностью на себя и все документы по кнопке, по сути, генерировать. И документы, и договоры, я имею в виду, и коммерческие предложения, и счета при синхронизации с 1С. И это, в принципе, тоже возможно. Очень простой механизм, когда ты очень быстро отправляешь счета или другие документы клиента. В завершении про дополнительные возможности у нас есть Bitrix24 Market, это Marketplace с дополнительными решениями, с приложениями. И, по сути, там больше тысячи приложений, которые позволяют вам делать совершенно разные вещи. Я вот тут сделал пару подборок. Скрипты продаж, настроить у себя, автоматизировать скрипты продаж, которые друг за другом позволяют шаг за шагом с клиентом разговаривать и говорить правильные фразы, задавать правильный вопрос, ничего не пропускать. Это расширение отчетов и аналитики, которые есть у нас в продукте по умолчанию, другие срезы или другая визуализация. Это различные чат-боты, которые работают на вас, контролируют сотрудников, что-то, отдают статистику, не знаю, раз в день или раз в неделю присылают сводный отчет, там, сколько продажей, сколько лидов, сколько новых клиентов. Пожалуйста. Есть даже конструктор чат-ботов, на котором вы что-то можете создать индивидуальный сценарий, если такая необходимость есть. И там много приложений для автоматизации. Внутри огромное количество разных механик по автоматизации. Опять же, повторюсь, что автоматизация такая бездомная тема. Она очень интересная, очень классная и дает очень хороший эффект. Но вот в рамках сегодняшнего вебинара подробно мы ее не рассматриваем. Но и для маркетинга или для, там, сотрудников отдела продаж, которые занимаются рекламой и, там, льют трафик к вам, шаблоны сайтов разных страничек, огромное количество шаблонов, они все красивые, классные, можно по двум кликам их взять. Завершаясь, друзья, скажу, что мы раз примерно в полгода делаем внутри Bitrix24 такое большое обновление. Добавляем функционал, рассказываем о новинках, которые есть и показываем новые сценарии, которые принесла нам действительность вокруг с локдауном, например, что изменилось, как это работает теперь, что такое электронная коммерция, какие сценарии там новые появились, как их обрабатывать внутри своей CRM-системы. 18 мая в 11 часов будет большая презентация, по ссылке можно зарегистрироваться, подключиться, посмотреть, какие новинки, по сути, у нас будут. Ну, или партнеры, на самом деле, расскажут. Друзья, у меня все. Огромное спасибо за то, что были с нами сегодня в течение полутора часов. У меня вторая часть получилась такая стремительная, быстрая. Я попробую сейчас немножко исправиться. Я вижу, что коллеги на вопросы отлично отвечают. Даже подсматривать мне не приходится в чате. После того, как мы с вами обо всем поговорили, первое, я надеюсь, у вас отложилось несколько полезных мыслей, советов, которые мы с Вадимом сегодня давали и говорили, что вот на этот сегмент своих клиентов посмотрите, пожалуйста, или на этот процесс внутри своей компании посмотрите, пожалуйста, и в ближайшее время вы какие-то действия по изменению своих процессов или работы с клиентами внутри компании произведете. Это суперважно. Не просто послушать, что все классно и интересно, но и сделать изменения внутри компании. И второй момент. Коллеги, которые сегодня работали у нас внутри чата, свяжутся с вами спросить, насколько вам полезна эта информация была раз, и насколько вы видите применение CRM-системы у себя в бизнесе. Поэтому, если сейчас у вас есть сомнения или вопрос какой-то остался без ответа, можно ли CRM-систему попросить сделать вот так? Или может ли CRM-система облегчить мне вот такой процесс конкретный, который у меня есть, индивидуальный? Либо просто задать вопрос, а вот есть роботизация, про которую говорил Михаил, например, можно ли с ее помощью как-то улучшить бизнес внутри моей компании? Ну и насколько это там сложно? Это быстрая настройка или это серьезная доработка? Коллеги хорошо разбираются в системе и на эти вопросы достаточно легко могут вам ответить. Итак, друзья, огромное спасибо за участие. Большое спасибо за то, что были. Надеюсь, что это был полезный контент, который будет вместе с вами. Напоследок хочу сказать, что видел пару комментариев в чатике по поводу стоимости, что крупные компании могут себе позволить вот такие большие преобразования, доработки, построения длинных цепочек, а небольшой бизнес, малый бизнес или микробизнес такого позволить себе не может. Вот этот вопрос тоже держите в голове, потому что ответ на него не очень однозначный. То есть, если еще 10 лет назад нас бы спросили автоматизировать процессы у себя внутри компании дорого, ответ был бы однозначно да, потому что крупным компаниям это было по карману, объем позволял, а небольшие бизнесы не могли себе такое позволить чаще всего. Теперь очень большой шаг, изменения очень большие есть на рынке CRM-систем, когда B324 существует в облаке, там есть даже бесплатный тариф, с которого можно стартовать, и стоимость автоматизации внутренней, она существенно сократилась. Поэтому тот самый вопрос дорого или недорого и сколько это в цифрах, тоже задавайте коллегам, которые придут к вам поспрашивать, как вам вебинар и что вы из него вынесли для себя, они на этот вопрос смогут вам ответить. Большое спасибо, друзья, все, со всеми прощаюсь, всем удачи.